Конечно. Правда, я её сочинил 20 лет тому назад, когда Булат справлял своё семидесятилетие, это было нетрудно сосчитать, в 1994 году. Ему не удалось удрать от своего юбилея, как он поступал каждый раз до этого. Не удалось. Друзья вцепились в него мёртвой хваткой, и он встретил своё семидесятилетие в Москве в театре современной пьесы, что на Трубной площади. Этот театр небольшой, всего 300 мест, все места были забиты, сам ювелир и ювелир с женой и сыном сидели в единственной ложе и смотрели на то, что происходит на сцене. На Трубной площади толпилось народу втрое больше, и им тоже хотелось видеть, что происходит на сцене. Дирекция пошла навстречу и вывесила огромный телевизионный экран на фронтоне театра, и поэтому публика на Трубной площади тоже была полностью удовлетворена. На сцене поздравляльщики сменяли один другого, среди них оказался и я, и мне потом сообщили, что я в своей песне превзошёл всех по части подхалимажем. Потому что я учинил такой комплимент Булату, до которого никто не додумался. Вы легко согласитесь с этим, когда вслушаетесь в последний куплет. Булату Смотри, какое шествие по старому арбату Бумажные солдатьки, гусары, егеря И с саблями, и шпагами, и с чистого Булату Булату салютуют гордо мимо проходя Они его приветствуют в восторженном порыве И песнь его славная вскипает, как молода Играйте, мол, маэстро на своей бессмертной лире Причём не убирая ладони от толпа А он себе стоит, такой красивый, красивый, красивый И смотрится вниманием, и песен не поёт Он смотрится вниманием, и как бы слабым манием Грехи нам отпускает, и надежду подаёт Грехи нам отпускает, и надежду подаёт